Всем привет! С вами снова Илья, обзор прогноза криптовалютного рынка на сегодня, на 14 сентября. Мы, как обычно, разбираем биткоин, что происходит по первой криптовалюте, а также посмотрим на несколько других монет и их динамику, а также разберем ранее рассмотренные торговые идеи. Что касается рынка в целом, мы видим, что биткоин у нас вчера продемонстрировал целый вертолет. Изначально было такое довольно резкое движение наверх. После этого движение вниз, и сейчас рынок более-менее стабилизировался, и биткоин к верхней границе ценового диапазона своего узкого подходит. По другим монетам, ну, виновник торжества лайткоин, который перебил в моменте свой максимум локальный, однако также быстро откатился к предыдущим значениям. И, в принципе, это и больше нечего отметить. По такому относительно широкому спектру рынка не так уж и много интересных ситуаций. Ну, конечно, слегка это окупается BTC, который вчера изначально от уровня 44.200 пошел достаточно резко наверх. После этого движение ровно за хай, то есть такой вот ложный выход, и далее такой же быстрый слив. При этом, кстати, здесь вступила в отработку идея с ложным пробоем, с покупкой на ложном пробое. Я вчера вам ее описывал, и здесь как раз-таки была остановка и вот это вот движение наверх. Поэтому, если вы по какой-то причине решили воспользоваться, то я бы сказал, что одна из таких ключевых целей прямо сейчас она уже, то есть прямо сейчас она на ней находится. То есть это верхняя граница диапазона, это верхняя зона продаж, и поэтому я бы сказал, что фиксировать сейчас надо уже такую большую часть. Ну и остаток можно попробовать дотянуть до 47.285. Судя по тому, что каждое новое перебитие и каждый новый выход за эту зону продаж, он все выше, выше и выше, то когда-нибудь такими ложными пробоями здесь могут вполне дотянуть уже и там до 47.300 долларов. Пока что общая картина для меня выглядит, ну, все так же по медвежьей, но еще более странно, чем это было до этого. Сейчас, ну, явно высокая слабость здесь со стороны покупателей, но это слабость со стороны покупателей. Она как-то потом купируется какими-то резкими движениями по лайткоину, выбиванием шорт-позиции, потом заход ниже этой границы. То есть, это все очень странно, по меньшей мере, выглядит. И самое лучшее решение, наверное, в этой ситуации, это просто пока со стороны наблюдать за тем, что происходит, и уже впоследствии в такой рынок включаться. Ну, эту мысль я уже вам озвучивал. Однако, если очень хочется, то, естественно, всегда можно что-то найти, что-то придумать. Сейчас мы взглянем, наверное, на лайт, на риппл, и там какие-то идеи предпримем. Вот, а что же касается вообще общей ситуации по рынку. Вот, мы сейчас с нижней границы диапазона. Скорее всего, возможно, будет предпринята попытка пробоя еще раз сюда, а потом впоследствии, возможно, уход на верхнюю границу диапазона. Но это все, вот, лично по моему мнению, это такие, не знаю, какие-то пляски непонятные, которые в конечном итоге все равно приведут к тому, что продавца, ой, извините, покупателя, который на уровне 44.215, его рано или поздно должны разобрать. Прежде всего, здесь мы видим понижающиеся минимумы. Несмотря на то, что это пока что только сквизовые движения и такие ложные пробои, мы видим, что максимумы при, ну, тех же самых условиях, они также снижаются. Поэтому тут пока ситуация для меня выглядит все-таки больше помедвежьей. И вот различного рода сквизы в обе стороны, это пока что, на мой взгляд, только этому подтверждение. Потому что были шорт-позиции, выбили шорт-позиции, а потом снова заманили в шорт, и впоследствии сейчас снова идут такие шорт-позиции их подбревать. Но это, скажем так, базовые сценарии в рамках подобных движений. Поэтому мы вчера, и, точнее, я вам предложил такую идею, что попробовать дождаться пробития уровня, если резкого импульса не будет, если будет остановка, то, скорее всего, это будет возврат, и там можно будет покупать. Ну, в общем-то, скажем так, единственная идея, которую сейчас можно было отработать. Давайте посмотрим на Litecoin. И тут, конечно же, нужно угадать, у кого был Litecoin в тот самый момент времени у вашего покорного слуги. И, возможно, у многих из вас, потому что эту идею мы раньше рассматривали, когда еще Litecoin снижался к этой зоне покупателя. Так вот, значит, вчера мы увидели там новость, потом последствия опровержения этой новости. Ну, в общем-то, это не так важно, потому что самое главное – это сам факт движения. Здесь очень хорошо, что выбили первую цель 217, то есть, к сожалению, был закрыт только первый тейк-проект, несмотря на то, что дальше цена пролетела. Здесь еще много ей, куда можно упасть, чтобы принести побольше денег. Но, как бы, первая цель, она была зафиксирована. Сейчас мы видим, что идет уход в боковик, причем боковик намного более строгий, чем по тому же BTC. Обратите внимание, здесь у нас очень яркая верхняя граница. Очень яркая. То есть, я бы сказал, что разброс цены здесь совсем небольшой, где-то в пределах 5 долларов по верхней границе. И я думаю, что мы что-то подобное увидим по нижней границе. Даже по нижней границе, по-моему, еще более сильная зона. Я бы сказал, что с учетом того, что ширина диапазона ровно 10% от цены, от нижней границы, от верхней я бы здесь, наверное, подторговал. Даже несмотря на то, что периодически возникают вот такие вот ситуации, они, в принципе, риски по ним могут купироваться стоп-лоссом, если он выставлен правильно. Самое главное, чтобы он был правильно выставлен, именно что там триггер прайс и цена закрытия, они как бы соответствовали направлению сделки, чтобы если было резкое движение, то у вас сразу сделка в этом случае закрывалась. Итак, вот, значит, здесь нижняя граница, на мой взгляд, все так же buy, верхняя граница все так же sell. И более долгосрочную сделку, ну, уже открывать, наверное, нет никакого смысла. Вряд ли мы увидим какое-то повторение подобного движения. Поэтому я все-таки больше склоняюсь к тому, чтобы искать такие краткосрочные лонги здесь и закрываться у верхней границы ценового диапазона. Больше нет идей здесь. Давайте перейдем к следующим монетам. Это Ripple. Ripple у нас вроде как, ну, не знаю, это такой сценарий просто для удобства нарисовал. Давайте это уберем. В общем, идет так или иначе по сценарию. Здесь была попытка у нас взять хотя бы возврат к 1.15, но мы видим, что все это мероприятие закончилось на 1.12 и пришлось выходить. Выходить там по около нулю. Здесь мы тоже наблюдаем, кстати, неплохой уровень, неплохую зону со стороны покупателей. Она очень четкая. Опять же, вот мы видим, это 1.03. Я думаю, что при возврате к 1.03, точнее, чуть ниже 1.01, 1.02, при выявлении таких вот стоп-ордеров, здесь можно попробовать такой же лонг вписаться. И верхняя граница здесь где-то 1.12, 1.13. Но иногда будет немного не дотягивать, поэтому есть смысл 1.10, 1.11 здесь под закрытым. Что еще вы хотите услышать? Не знаю. Поэтому тут вот такая вот коротенькая идея. И, наконец, эфир. Давайте рассмотрим его. Тут рассматривать особо, честно говоря, нечего. Копирует он движение по BTC. Единственное, что выходы наверх, вот на этот, я смотрю, у него тогда был чуть порезче. Но мы видим, что, например, скризовое движение, которое было у нас вчера по BTC, по Litecoin, эфир отыгрывал намного более слабо. Скорее всего, просто боты немного протащили, которые торгуют по корреляции. Ну вот. И тут мы сейчас возле верхней границы находимся. Верхняя граница, это, естественно, такая, в общем, пограничная зона. В случае с конкретно эфиром. Потому что у него эта зона не очень сильная, во-первых. Во-вторых, тому же, ну, тем некоторым другим монетам еще есть для нее куда расти. Тогда, поэтому я бы тут не предпринимал каких-то попыток выхода в шорт-позицию. Однако, вот, на эфире, на 5-минутном графике, здесь также прослеживается покупатель по 3272. Так он хорошо очень поддерживает цену. Возможно, это позволит эфиру в моменте выйти немного выше 3350. Я бы сказал, что это, скорее всего, ему позволит выйти выше этого диапазона в обозримом будущем. И тут я бы подождал именно вот такого вот всплеска, который, скорее всего, будет завершен либо по вот этому вот хаю, либо по вот этому вот хаю. И вот уже на откатом движении я бы, наверное, шорт-позицию здесь придумывал. Стоит небольшим стоп-лоссом относительно. Я думаю, здесь можно выступить. Вот и все. На текущем времени я напоминаю вам, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять. Также всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения с удовольствием принимать самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока. Продолжение следует...